Около 7 часов вечера на улице Водильяки произошло ДТП, в котором участвовало 10 машин. По предварительной версии, виновником является водитель автобуса, который протаранил 9 автомобилей. Автобус, следовавший по 42 маршруту в час пик, словно неуправляемый снаряд, врезался в колонну машин, ожидающих зелёного света на пересечении с улицы Оргенбекова. Три машины были разбиты в хлам. Одну из них выбросила на встречную полосу. Движение было парализовано. Моя машина стояла вон там. Я первым попал под удар. А потом автобус стал сшибать другие автомобили. Я ехал в этом автобусе. Видимо, сразу после светофора у него отказали тормоза. Не работал и ручник. Парень, который сидел рядом с водителем, говорил ему, что он брал в сторону и выезжал на бордюр. Люди в салоне кричали, чтобы он остановился. Они же ездят, как будто не людей везут, а скот. За 50 тенге гонки устраивают. На месте происшествия работали медити скорой помощи. К счастью, несмотря на большое количество разбитых автомобилей, погибших в этом ДТП не было. Большинство участников катастрофы отделались лёгким испугом. Водителю автобуса остаётся только посочувствовать. После аварии он подвергся жёсткому прессингу со стороны владельцев разбитых машин. В итоге мужчине стало плохо, и ему понадобилась врачебная помощь. Пока остаётся открытым вопрос, кто будет восстанавливать огромный ущерб – водитель или же компания, которой принадлежит автобус. Ведь если у 42-го отказали тормоза, то как эта машина вышла на линию? Точки над «и» должно поставить следствие. Ренат Хамедулин, Платон Леденёв, информационная служба телекомпании ОТРАР. Редактор субтитров А.Сёмкин